Терриконы – зеленые шахтовые поля. Живописная картина открывается жителям поселка Божова. Единственное, что ее омрачает – горы мусора на дороге возле закрытой мебельной фабрики. Совсем недавно власти избавились от хлама, но народная тропа к этому месту так и не заросла. Вопрос несанкционированных свалок очень резкий. Вообще мусора наваленного везде. Почему-то люди думают, что если кто-то бросил, можно сделать так же. И это как бы нехорошо. И ни к чему хорошему не приводит. И можно эти средства и силы потратить на что-то другое, чем бесконечно увозить на одном и том же месте одну и ту же кучу мусора. Ну и как бы это негативно сказывается не только на природе. Ну и на, как сказать, это же... Ну вообще это неприятно, согласитесь, когда вы идете по улице или что-то где-то валяется. То есть это вопрос не только одной свалки, конкретно этой. Это же глобальный вопрос, везде это навалено. И хотелось бы, конечно, чтобы люди понимали, что в первую очередь, если ты не мусоришь, у тебя будет чисто. Загвоздка в том, что сюда скидывают как бытовой, так и строительный мусор. Его куда больше привозят машинами. На борьбу со свалками город и область потратят почти 16 миллионов рублей. Многие проблемные участки уже вычищены, но часто все возвращается на круги своя. Как это и случилось на Мира-2 в Бажово. Хотел бы еще раз напомнить всем жителям Копейского городского округа и физическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, и организациям о том, что кодексом о административных правонарушениях предусмотрена ответственность за создание несанкционированной свалки. О неравнодушенных жителей Копейска хочу попросить с использованием интернет-приемной, которая есть в официальном сайте администрации, направлять, если есть такая информация, с фото подтверждением о имеющихся случаях создания несанкционированных свалок. Номера машин лица людей просят четко фиксировать на фото. Нарушителей будут искать. Длительное приостановление работы, крупный штраф, вариантов ответственности для нарушителей множество.